Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о семье народного артиста России Михаила Боярского. Колоссальный скандал произошел в семье известного актера. Сегодня в Москве около здания Госдумы был задержан сын Михаила Сергеевича Сергей Боярский. Арест производили подразделения спецназа и несколько членов антикоррупционного комитета, которым руководит Никита Михалков. Это уже второе задержание сына Михаила Сергеевича за последние полгода. Однако на этот раз все гораздо серьезнее. Теперь Сергею Боярскому грозит крупное уголовное дело за тяжкие правонарушения и коррупционные действия. Причины для задержания более чем серьезные. Это преступная связь с Людмилой Нарусовой и семьей Ксенией Собчак, финансовое мошенничество в крупном размере и ведение незаконного бизнеса на территории Российской Федерации. Благодаря усилиям антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым и другими известными артистами удалось найти преступную схему бизнеса Сергея Боярского, произвести необходимые обыски и аресты. Размах богатства сына Михаила Сергеевича просто шокирует и не укладывается в голове нормального человека. Однако всему этому пришел конец. Делом руководит честь и совесть российского искусства человек кристальной честности Александр Анатольевич Ширвиндт. Была произведена полная опись конфискованного имущества и все эти ценности, заработанные нечестным путем с Сергеем Боярским, пойдут на благие цели – повышение социального уровня жизни россиян, повышение пенсий, социальные выплаты и помощь семьям участников спецоперации. В частности, у сына Михаила Боярского был арестован следующий незаконный бизнес. 44 подпольные незаконные компании, которые располагались в крупных городах России, таких как Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Владивосток и носили название «Мягкое золото». Данные компании занимались пошивом шуб, однако делалось все это с грубейшим правонарушением. В работе использовались некачественные и поддельные материалы, однако шубы продавались по колоссальным ценам. Помимо этого, у Сергея Боярского также были обнаружены в собственности 33 незаконных игровых подпольных казино, которые также находились на территории России. Данный бизнес занимался одурачиванием людей и приносил Сергею Боярскому около 15 миллионов долларов чистой годовой прибыли. Данные организации работали подпольно и располагались в основном в жилых домах. Они носили фальшивые названия, чтобы не вызвать интереса у полиции. Ну и наконец, в собственности Сергея Боярского были обнаружены 20 подпольных организаций по производству драгоценных металлов. Данные компании также работали с грубейшими правонарушениями и длительное время не платили налоги. Данное событие вызвало колоссальный гнев у Михаила Боярского, которому, кстати, сегодня исполняется 74 года. Народный артист заявил, что никогда больше не подаст руки своему сыну, так как он опозорил всю его семью перед российским населением и телезрителями. Поступок сына Михаила Сергеевича действительно некрасив. Зрители со стажем могут помнить, что совсем недавно тяжело болела онкологическим заболеванием его родная сестра Елизавета Боярская, и ей требовалась срочная операция. Однако ее брат Сергей Боярский не помог своей сестре и заявил, что у него просто нет денег на необходимую операцию. Помимо этого, на данный момент органами полиции и членами антикоррупционного комитета проверяется преступная связь Сергея Боярского и Людмилы Нарусовой. Есть подозрение, что весь этот незаконный бизнес был совместным. Сегодня утром начальник антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков поздравил телезрителей с наступающим Новым Годом и заявил, что комитет, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы очистить мир российского шоу-бизнеса от коррупции и грязи. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok